Доброе утро, друзья! 11.04 в Москве. Это программа «Урнет сегодня». Рассказываем о главных событиях ушедшей недели в области цифрового пространства, в области социальных сетей, интернет-бизнеса, интернет-рекламы, ну и так далее. Напомню, что это программа от 10 июня 2019 года. Говорю для тех, кто слушает нас в записи, а другими словами в подкасте, что рекомендую делать всем и каждому для того, чтобы не пропустить ни одного эпизода нашей эпической передачи. Значит, напомню также о том, что те, кто слушает нас в прямом эфире, где мы сейчас находимся, те места полагаются на 99.6 в FM-чистоте. Это если вы в столице, либо онлайн на финансовом.fm. Значит, в этом случае ваше местоположение неопределимо. Значит, и еще одна техническая, но важная подробность. Скажу о том, что сегодня, как обычно, вместе с гостями мы обсуждаем, собственно, события ушедшей недели, а гости, которых я должен представить, следующие. Александр Щербина, гендиректор компании iTech Group. Саша, привет. Всем привет. И Анна Караулова, интернет-эксперт, экс-гендиректор агентства Media Guru. Здравствуй, Аня. Здравствуй, Максим. Меня зовут Максим Спиридонов, соответственно. А мы начнем, собственно, обсуждение, как обычно, или так, нет, не совсем обычно. Сегодня у нас снова небольшой эксперимент. Слушатели программы... Опять. Знают, что мы порой ищем так по форме, и в этот раз небольшая корректировка произойдет в программе следующего характера. Обычно в первом блоке мы обсуждаем главные новости в экспресс-режиме, то есть в большей части передачи мы обсуждаем три сюжета основных, которые нам показались наиболее интересными. Это будет и в этой программе, то есть один блок, один сюжет и подробное обсуждение главных новостей, которые, собственно, мы посчитали наиболее интересными. Ну, а в первом блоке у нас обычно такая вот пестрая подборка. В этот раз мы решили сократить до пяти новостей. Видимо, в следующий раз будем так же делать для того, чтобы удивить больше внимания каждой из них. Хоть это экспресс-обсуждение в первом блоке, но все-таки на это будет какое-то время. Значит, итак, первая новость в этом самом экспресс-обсуждении у нас будет следующая. Деловое издание Wall Street Journal запустит деловую социальную сеть. Коллеги, сразу вопрос. Собственно говоря, насколько, с вашей точки зрения, своевременный запуск сценностей сейчас, мировой, в США, есть ли место на этом рынке, Саша? Ну, мне сначала показалось, что какая-то дурацкая идея, но потом я подумал повнимательнее и решил, что на самом деле такая аудитория финансиста, что им, я думаю, есть что обсудить, и они... Любой аудиторий, мне кажется, который, если за одним продуктом, есть что обсудить. Да, но я очень мало видел примеров хороших зловых сетей. Тем не менее, вот... Тут вопрос заключается в том, чтобы создатель точно попал в ожидание этой аудитории, в ее потребности. Мердок — гениальный медиамагнат. Да, но при этом, как я понимаю, интернет-проект ему не удавился. С Майспейсом он на полярда залетел, понимаешь, при всей гениальности. Вот, и я подумал, что вряд ли человек наступит на грабли второй раз, тем более такой, как Руперт Мердок. А может быть, наоборот? Он наступит на вэтрас на вилы. Вот, и мне почему-то показалось, что, наверное, все-таки... Это закрытие гештальта определенное. То есть один раз вложился, не получилось, давайте попробуем немножко по-другому и сделаем все-таки хороший продукт. Я не думаю. Мне кажется, тут есть шансы на успех, хотя они не такие большие. Тут, опять же, понимаешь, какая-то дурацкая ситуация. Понятно, что есть и очень много плюсов, и очень много минусов, и если они сделают все правильно, и действительно это будет содержать много полезной информации, какие-то лаконичные сервисы, позволяющие финансистам обмениваться, ну, я думаю, наверное, есть шанс все-таки. Пара слов. Как заявляется, это будет соцсеть для людей со схожими взглядами, в кавычках, такое общее определение. Интересно. Пользователи будут размещаться в своих профайлах, данные о образовании, опыте работы, будет возможность обмениваться сообщениями. В общем, мягко говоря, ничего нового. Однако, вот из того, что я смог вытащить из новости вокруг этого, значит, там, следующая история, там будет приложение, у меня было запущено приложение уже, Wall Street Journal, которое называется WCG Portfolio, с помощью которого пользователь может управлять своим инвестиционным портфелем. Акции различные, валюты, фьючерсы и так далее. И вот здесь уже возникает некая ниша, возможно, в которой может строиться социальная сеть. То есть, если это приложение станет его корневым сервисом, то это соцсеть вокруг авторитетного делового издания, где люди управляют своим портфолио, акциями и прочим, и обмениваются мнениями на этот счет. Опять же, если они смогут создать, не знаю, некую возможность для инсайда, да, то есть в этой соцсети будет очень удобно общаться и оперативно обмениваться новостями по кампаниям, по акциям, я думаю, что мне было бы интересно. Ну, подожди, Саш, смотри, для торговли акциями есть несколько целевых аудиторий. Есть аудитория трейдеров, которые занимаются этим профессионально, у них свои сообщества и свои сервисы, которые существуют уже больше, там, 10 лет на рынке. Есть сообщество заказчиков этих трейдеров, которые платят трейдерам деньги, и трейдеры управляют этими деньгами. Ну, и, собственно, тут вопрос, смогут ли поймать аудиторию. В общем, посмотрим, у нас мало времени, пойдем дальше. Значит, очередная новость, компания Apple собирается продавать аудиорекламу в своем еще не запущенном музыкальном сервисе. Для продажи аудиорекламы будет использоваться рекламная сеть iAd, которая принадлежит корпорации. iAd. Ты решил на русском меня прочитать. Значит, сообщается, что прополадатели будут получать 10% от рекламных доходов с сервиса. Значит, вот что интересно здесь, то, что впервые, ну, не впервые вообще, но впервые так вот громко, более-менее, на серьезном уровне, уровне большой корпорации, заявляется о продажах аудиорекламы в онлайн-пространстве. Прежде продавалась текстовая, графическая, видеореклама, и тут, наконец, аудио. Наступают на радио. Да, но Pandora, я так понимаю... Pandora, это американский сервис, я имею в виду глобально. Ну, я думаю, что они тоже идут на глобальный рынок. Pandora, да, значит, она сейчас является основным игроком, она уже работает в аудиорекламе, несомненно. В России только никак они не запустятся, к сожалению, но ждем. И вот, кстати, по цифрам ожидается, что к концу года Pandora заработает 372 миллиона долларов. Да, 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 да. А насколько ты вообще знаешь, как они живут, Pandora, как они себя чувствуют с точки зрения бизнеса? Ну, я за Pandora особо не слежу, но просто я, насколько знаю, что у них достаточно продвинутая система, которая позволяет именно делать этот аудио-стриминг, да, на основании треков, там, на основании вокала, который в песне используется. То есть они получают фидбэк от пользователя, который слушает композиции, и на основании этого составляют ему дорожку. То есть ты не можешь там перещелкивать, как обычно, да, там, ну, следующую песню. Это прям эмуляция настоящего радио. То есть когда ты слушаешь, то, что тебе дает Pandora. Ты можешь только говорить, понравилось тебе или не понравилось. Давай пойдем дальше. Значит, KCQ добавит функционал, который позволит мессенджеру стать сервисом знакомств. В частности, появится возможность отправлять платные подарки, находить в своем городе людей со схожими интересами. Кроме того, сообщается, что ICQ в скором времени будет объединен с Mail.ru агентом. Ань? Mail.ru агента есть одно огромное конкурентное преимущество. Огромная аудитория? Да. Дело даже не в том, что у него огромная аудитория, а дело в том, что Mail.ru агент — это зачастую единственный сервис, который работает в крупных корпорациях. Там все закрыто, и Skype, и Google Talk, и... Кстати, почему это так? Mail.ru работает. Я, кстати, тоже не знаю, почему. Политика безопасности, ну, просто вот это факт. А чем Mail.ru агент безопаснее? Нет, я думаю, что он не безопаснее, я думаю, что он просто вот, он открыт. Поэтому с точки зрения объединения, ну, ICQ, ICQ аудитория падает, на мой взгляд, будет падать, и немного... Да я не верю. Я тоже не верю. Я тоже не верю. Вот такой дал комментарий Герман Клименко, я вынес, дал ведомостям, по-моему, вынес в качестве цитаты. Он сказал, Аська уже умерла. Она похожа на мертвую лошадь, которую возят по городу и пытаются оживить. Жестко, но как бы близко к правде. Еще раз скажу о цифрах. На последние годы СРЗ значительно просел по аудитории. Действительно так. В марте 2010 года количество пользователей ICQ состояло 44 миллиона пользователей. Из них из России 18, пустья 3 года. То есть сейчас мировой объем аудитории равняется 13 миллионам, с которых 8,7 миллиона приходится на Россию. В три раза просел. И, в общем... А по поводу сервиса знакомства, как вы считаете, из мессенджера можно сделать сервис знакомства, Саша? Вопрос удобства интерфейсов, мне кажется. Ну, Ань, ну, мне кажется, столько приличных сервисов знакомств уже в различных нишах и интегрированных соцсетями, не интегрированных соцсетями. В общем, скепсис выражают мои гости. Да, да, однозначно. Едем дальше. Еще одна новость, которую мы взяли в экспресс-обсуждение. Северокорейская ТВ начало онлайн-вещание в Facebook. Ну, где им еще было начать вещание? Почему бы не на своем сайте? Нет, лучше сразу в социальную сеть американскую. Значит, вещание в прямом эфире ведется ежедневно в аккаунте северокорейской телекомпании. Ань, означает ли это движение Северной Кореи открытию виртуальных границ? А ты знаешь, что после вот того, как они начали онлайн-вещание в Facebook, поступило предложение, я сейчас могу ошибаться, в их законодательный орган, который определяет, что видно, что не видно за великим китайским фаерволом, предложение закрыть этот канал для внутреннего потребления. Потому что пользователи Facebook начали оставлять не очень лицелесные комментарии к программам. Я посмотрел, если говорят, там действительно есть такие, хотя очень немного. Я полагал, что будет гораздо больше таких антикоммунистов жестких. Может, просто их мадырят сильно. Я думаю, что их, конечно, безусловно мадырят. Но даже то, что проскакивает, то, видимо, вредно для чистого сознания жителей Северной Кореи. Я посмотрел минут 10 этого вещания, честно, там вот это вот удивительно, там фильмы времен 50-х, вот по ощущениям такое, люди в полувоенных френчах, и диалоги, наверное, конечно, я не понимаю корейского, но, наверное, типа, ну что, братуха, вот революция закончится, тогда и заживем. Нет, я думаю, знаешь, что это... В контексте Facebook смотрят совершенно постмодерном. Я думаю, что страны Северной Кореи, это первый шаг к разрушению капиталистического мира изнутри. Это, скорее всего, правда, поэтому, собственно, и взяли. Вот, похоже, они зря отклили границы, но если хотят оставаться более-менее, как бы, в своей банке, все равно. Последняя новость, совсем немного, 30 секунд. Беглеон создал постоянный каталог товаров у себя на сайте, то есть сделал шаг в сторону того, чтобы обратиться в простой электронный магазин. Напомню, что Беглеон — это один из ведущих купонных сервисов. Означает ли это, Саша, что купоны умерли? Ну, не знаю, я, честно, всегда относился к купонам достаточно скептически, особенно в России. Вот, и я думаю, что как раз первая волна купонных сервисов как раз и дискредитировала это еще больше. И, мне кажется, единственный вариант — они имеют в активе хорошую базу. У них хорошая база данных у крупных игроков. Да, отличная CRM-система, вот, и поэтому, наверное, единственное, что они могут сделать, это продавать им же товары. Через минуту мы продолжим, перейдем к главным новостям ушедшей недели. Первое, о чем пойдет разговор, это о мощном росте мобильной и видеорекламы. Между тем, мы продолжаем. Это Рунет сегодня, программа о главных событиях в цифровом пространстве. Напомню, что программа 10 июня 2014 года. Звучим на 99.6 в Москве, либо на finam.fm в онлайне. Меня зовут Максим Спиридонов, гость и выпуск Анна Карауловна, интернет-эксперт, экс-гендиректор агентства «Медиагуру» и Александр Щербина, гендиректор компании «АйТек Групп». Коллеги, есть вопрос. На пользу или во вред индустрии интернет-рекламы то, что все больше времени пользователи проводят не в обычном, а в мобильном вебе? Вот такой вот общий вопрос для начала, Ань. Нет, это однозначно на пользу. На пользу? То есть да, это однозначно на пользу. Ну почему же, там же... А мне кажется, нахват увеличивается. Размер смартфона, он... Да-да-да. Самая главная проблема. Экран смартфона мал, и там рекламы, как полагается, так вот по-нормальному, не напихать, ну для рекламщика по-нормальному. Мы очень всегда хотим революции, но по-настоящему любая отрасль и любой предмет развивается эволюционно. Хорошая интернет-реклама на десктопах тоже появилась не сразу. Сначала были эти страшные баннеры, потом были расхлапывающие окна, схлапывающие окна. Потом появилась прекрасная контекстная реклама, да? А потом появилась прекрасная контекстная реклама. Так вот, нужен новый формат для мобильных устройств, который будет удобен для мобильных устройств. Пока сейчас этого формата нет. То есть идет поиск? Идет поиск определенного формата, идет поиск определенных путей, но у мобильников великолепный, по-настоящему бог рекламы, это таргетинг. Чем больше система знает про пользователя, тем более точно она может показать ему рекламные сообщения. По сути, системы хотят угадывать мысли, читать там, я не знаю, мельчайшие знаки. Нет, у них есть неоспоримые преимущества, что они могут читать координаты, понимаешь? Не только координаты в будущем, это фотографии, то, что ты фотографируешь, места, в которых ты бываешь. Это можно делать через тот же самый Facebook, но минус, я считаю, однозначно, по крайней мере пока, первый, не знаю, год-два, не знаю, сколько будет продолжаться, что пока ни один формат рекламы, ну не знаю, мне кажется, не цепляет никого. То есть вот в мобильнике, я сегодня только обнаружил, что оказывается у меня есть реклама от Facebook, мы с Аней сейчас перед эфиром искали, мы в моем Facebook рекламу в мобильном. Погоди, есть отличный мобильный формат, который замечательно работает. Это бесплатные Wi-Fi сети, особенно, например, бренда здесь не должна называть, да, я правильно понимаю? Ну, назови, решимся. У шоколадницы есть бесплатный Wi-Fi. Когда мы логинимся в этот Wi-Fi, нам появляется стартовая страничка шоколадницы. Это мобильная реклама, таргетированная мобильная реклама. Ну, ты можешь даже с ноутбуком прийти, понимаешь? Ну, да, но ты можешь, ну, чаще всего... И ты к мобильности относишь все, что можешь взять под ножку. Нет, 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 ну, погоди, у них однозначно растет и аудитория мобильных устройств, потому что в крупных городах смартфонов продается все больше и больше, планшетников продается все больше и больше. Ну что, формально, так сказать, рамочно мы проговорили, а сейчас давайте послушаем про жизнеутверждающие сводки с виртуальных полей мобильной и видеорекламы. Выручка видеохостинга YouTube от рекламы на мобильных устройствах выросла за полгода в три раза. Об этом сообщил вице-президент компании Лукас Уотсон в интервью американскому изданию Bloomberg. Он также привел статистику, согласно которой примерно четверть из миллиарда пользователей видеосервиса смотрят ролики при помощи мобильных устройств. Можно ли назвать этот рост взрывным? О чем вообще говорят эти цифры, Саша? Ну смотри, на самом деле, вот наверное, Аню прошу статистику назвать, она сейчас назовет, насколько выросла очень сильная аудитория, там это почти в три раза. Ну давай я тогда сразу. Ну просто там еще был один нюанс, я бы хотел просто о нем еще тоже сказать, что тут, наверное, цифра имеет некую погрешность, ну и не только связанную с ростом аудитории, потому что в прошлом году Apple выперли YouTube из нативного приложения, и все пользователи, которые смотрели ролики через мобильные, были вынуждены его скачать, если не ошибаюсь. Пользователи скачали оригинальное приложение от Google, и в нем показывается реклама. Абсолютно верно. Apple не давал такой возможности, то есть все люди, покупающие продукцию Apple, у которых был встроен YouTube, они смотрели видео без рекламы. Соответственно, после того, как Apple разорвал контракт, то есть все пользователи... Оказал надежную услугу своим пользователям. Абсолютно. И они даже были вынуждены скачать это приложение и смотреть рекламу. И это, если не ошибаюсь, там порядка 70 миллионов человек только в США скачали. Поэтому парадность такая этих цифр, она может быть несколько преувеличена естественными обстоятельствами. Вот я прикидывал, мне показалось, что примерно процентов, наверное, 100 из этих, получается, плюс 200 процентов, да, если ты раз выросла. Я думаю, что процентов 50-70 это только за счет вот скачивания вместо приложения по умолчанию нового приложения YouTube. Ань? Ну, аудитория... Я посмотрела аудиторию роста мобильных сервисов в зоне RU. Спасибо сервису LeafInternet, который нам дает эту статистику. Ты даже любишь бренды, а? Ну, что ж гаха таить. Смотрите, если посмотреть, то вот получается, что в мае 2011-го это было 2 с копейками миллиона, а в мае 2012-го, через год, это уже было 9 с копейками миллионов. То есть это рост там в среднем 3,5 раза. Это все мобильные устройства по RU. Это все мобильные, это таргетинг по мобильным платформам. И это среднесуточная аудитория. Это не суммарная аудитория месячная, это среднесуточная аудитория месяца май определенного года. А если посмотреть май 2013-го, это, простите, 28 миллионов 700 там с копейками тысяч. Кошмар. 9 и 28. У нас получается, что рост там в 3 раза. У нас устойчивый тренд роста, и причем эта экспонента вот такая вот растущая. А что ты говоришь про планшеты, Саш, да, еще? Да, 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 да. Я хотел сказать про планшеты. Рынок планшетов растет еще больше. То есть вот если ты говоришь сейчас просто про аудиторию Рунета, то в Америке уже темпы начались, ну, то есть рост идет мобильных пользователей, но темпы уже стали снижаться. Естественным образом просто там насечения наступают. Было порядка 125% рост. В прошлом, да, если не ошибаюсь, было около 80% с чем-то процентов рост. Я, ну, не знаю, как будет в 13-м. Да, он насыщается. Россия и страны третьего мира, они как бы по-прежнему продолжают вот расти там по несколько процентов в год. Вот. Но в той же самой Америке, и, наверное, так же это, наверное, произойдет и у нас в ближайшее время, там теперь взрывной рост планшетов. То есть там, если не ошибаюсь, по прошлому году был 300% рост использования планшетов. Ты говорил, что якобы планшеты растут с той скоростью, которой не росло ни одно устройство еще, да? Ну, вот я в одной статье прочитал, что да... Я такого не видел, просто такое красивое сравнение. Да, 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 да. Что ни одно электронное устройство за всю историю не росло таким, ну, пользуя таким устройством не росло. Но нужно понимать, что это еще определенная среда же, инфраструктура, понимаешь? Когда появились планшеты, уже были прекрасные каналы информирования друг друга о новых вот прикольных штучках и фенечках, понимаешь? Понятно, понятно, но от этого это не уменьшает крутости. Ну, однозначно. Смотрите, то, что аудитория мобильных гаджетов растет, это точный факт. О том, что это огромный рынок перспективный, это тоже точный факт. Но вот сама новость, она имеет определенные допущения. То есть я, например, вот мне бы к этой статистике было бы еще очень интересно посмотреть, насколько увеличилась выручка видеохостинга YouTube от вообще всей рекламы, которая размещалась на этом видеохостинге. Потому что я так думаю, практически уверена, что рост мобильной рекламы на мобильных устройствах перетянул определенную аудиторию с десктопных приложений. Я согласен с тобой. Люди смотрели раньше YouTube на десктопных приложениях, теперь стали смотреть на мобильниках. Поэтому аудитория мобильных растет там. А, скорее всего, темпы роста десктопного приложения, они начали постепенно снижаться. То есть там она тоже, скорее всего, растет, но не такими темпами. Вот такие цифры у меня есть в материалах программы. Значит, оценка 250 миллионов пользователей, которые используют смартфоны для просмотра роликов, совпадает также с данными другой компании, Verge Partners. На долю мобильной рекламы пришлось до 350 миллионов долларов от всех доходов YouTube за первый квартал 2013 года. Это не отвечает полностью на наш вопрос, но, тем не менее, это нехит цифры определяет. Я так понимаю, что эту цифру брали, знаешь, я видел эту статистику, ее брали как-то обратным счетом от дохода Google, а YouTube составляет 10% дохода компании Google, и потом от этого почитали, сколько YouTube приносит. Смотри, это, конечно, новость такая, скажем, ну, журналистская. То есть она не столько говорит о бизнес-показателях, сколько о динамике. И фактически о следующем. Есть ли серьезный рост мобильной рекламы и видеорекламы? Де-факто он есть. Конечно. И Google, как один из флагманов этого роста, тот, кто в этом заинтересован, и кто это, собственно, подталкивает, как локомотив, он об этом рассказывает. И, как следствие, получает выгоду вся отрасль. Мы сами обсуждаем это дело, и слушающие нас бизнесмены, предприниматели, они задумываются лишний раз так. Мобильная реклама. А я могу для своих пользователей дать эту самую рекламу в том или ином виде. Мобильная реклама, видеореклама. Похоже, что она уже работает. Вот по прогнозу e-маркетера еще одна цифра. Выручка всех видеохостингов от рекламы к 2017 году будет равняться 2 миллиардам 690 миллионам долларов. То есть вот такие вот тоже, опять-таки, парадные цифры, как я это называю. Однако показательные. То есть интересно то, что видеореклама, которая, ну, еще 3-5 лет назад, ну, 5-то определенно, была полнейшей экзотикой в интернете, сегодня растет весьма себе серьезно. Значит, кроме всего, еще добавлю по поводу видеорекламы следующее. Раз уж мы говорим о ней и рисуем картинку того, как она себя чувствует и чем живет. Недавно YouTube начал тестировать так называемые рекламные паузы. Не знаю, кто-нибудь подал или не подал на это дело. Перед посмотрим, сервис предлагает пользователю сделать выбор. Кстати, сомнительная история такая, да, потому что... Чем меньше кликов, тем выше конверсия, да. Даете выбор, и, скорее всего, выбора не будет совсем. Человек желает посмотреть какой-то ролик, ему еще говорят, вот, обожди, сейчас разберись сначала, как ты будешь смотреть его. Оплати сначала, да. Оплати. Тушкой или чучелком. То есть ты хочешь, чтобы тебе реклама показалась при роллом, то есть до ролика, или хочешь, чтобы тебе потом мы нарезали эту рекламу кусочками, вот те самые рекламные паузы. Какими кусочками? А после рекламы еще вопрос тебе понравился с рекламой? Давай смотреть дальше ролик. Вот, значит, в общем, ему будет показаться выбор сделать... Делать выбор смотреть рекламный ролик в начале, или несколько рекламных роликов, которые показаны в среднем ролика. То есть... Отказаться можно? Выбери, друг дорогой, как мы тебя накурим горчицей. Сразу суповой миской или ложкой, но как бы с известной регулярностью. Коллеги, да, слушай, мы сидим с вами, тут такие все эксперты в области рекламы. Прежде всего, вот вы, конечно, поскольку оба... Не скромничай, Максим, но... Оба являетесь управленцами, топ-менеджерами компании, которые специализируются именно в диджитал-рекламе. Как будет развиваться мобильная реклама? Как будет развиваться видеореклама с вашей точки зрения? Как вы нас смотрите? Как вы сегодня это преподносите своим клиентам? И как вы будете делать это завтра? Вот так вот, общее, снова-таки... Ну, если так крупными мазками, на самом деле, ну, понятно, что это все. То есть, ну, будущее практически наступило, да, я думаю, что мы от этого не открестимся. Однозначно, мобильная реклама... По поводу мобильности, это вот будущее наступило для меня вчера, на самом деле, полноценно. Когда я рассказывал, на смартфоне, купленном под специально LTE-карточку, которую я купил, не буду называть бренд, в отличие от Ани. На Испании, говорю. Некого оператора, вот, когда я на смартфоне увидел скорость 56 мегабит на вход и 20 с лишним на выход, на смартфоне, на мобильном вебе, я понял, что будущее наступило. И реклама, видеореклама в мобильных, это все будет... Окей, Саша, давай, продолжай. Вот, и понятно, что прогнозируют десятикратный рост, да, к 2017 году мобильной рекламы. Вот, я думаю, что однозначно, как бы, ну, все агентства, так или иначе, там, с различной скоростью туда побегут. Вот, другой вопрос, что пока, ну, вот я, ну, мы часто смотрим кейсы, да, там, наши, наших коллег, пока, ну, то есть, еще нет успешных кейсов и, наверное, не подобрали ключик, да, к этой самой мобильной рекламе. Ну, ждете. Да, но я думаю, что вот этот год, в первую очередь, будет, скорее всего, как раз вот тем самым годом экспериментов, когда мы к концу, да, сезона осеннего выйдем. Два слова, Коль, 10 секунд. Что ты думаешь? Мобильную рекламу надо пробовать для тех, кому нужен дополнительный трафик. Окей. Но работать нужно с ней аккуратно. А пока что еще рановато делать это в полный рост. Да. Окей, после выпуска новостей от наших коллег продолжим расставлять точки над «и» в цифровом пространстве. Наша следующая тема – скандал вокруг доступа спецслужб. Продолжаем обозревать виртуальное пространство, расставлять точки над «и» и делать некие резюме по тому, что случилось за последние дни в области цифрового пространства. Рунать сегодня, 10 июня 2013 года, мы звучим в 1996 в Москве, либо на финам.фм в онлайне, где можно слушать в том числе и с мобильных устройств. Значит, меня зовут Максим Спридонов, гость и опуска Александра Щербина, гендиректор компании «АйТек Групп» Анна Караулова, интернет-эксперт, экс-гендиректор агентства «Медиагуру». Коллеги, сейчас мы наблюдаем, как исполнительная власть разных стран стремится осознать и отрегулировать резко растущее цифровое пространство. Об этом и будет, собственно, следующая новость. Но прежде давайте попробуем пофантазировать, попробуем представить себе, что глобальная сеть абсолютно автономна, независимо от государства. То есть сбылись мечты либертанцев, вот тех, которые в махровые 90-е в начале интернета говорили, это свободная среда, тут полная свобода никому, как бы никуда, ничего, никаких властей, не анархия, но свобода. Так вот, полная свобода интернета, возможно ли такое? Ань? Полная свобода достигается, насколько я помню, теорию политических устройств, достигается свободным доступом к любой информации. Это одно из обязательных условий. То есть если каждый из нас готов открыть все наши шкафы и показать все любому человеку, у которого появится потребность в этом... Поставить в каждом углу комнат и... По телекамере, да. И сантехнических оборудований по камере, да, улайн вещания. Сегодня показывают в инстаграме без фильтров. Дом-два, но постоянно. По-настоящему это самый жуткий кошмар, который может только быть. У Орла был прекрасный роман, было очень много ранних фантастов рассказов на эту тему, когда люди получают возможность подглядывать друг за другом бесконтрольно, наступает полный хаос. То есть полная свобода получается невозможна, потому что она перерасает в утопию. Ну это нас бросает в антиутопию, я бы сказала, Максим. Причем такую очень жесткую антиутопию. Мы же тебе представляем, что она как бы такая свобода, она без ежовых рукавиц. То есть она просто все друг про друга все знают, имеют любой доступ к любой информации и ну как бы государство это не использует. Понимаешь, в чем дело, даже если это не государство, понимаешь, самое главное, что вот в этой новости есть, которую мы будем сейчас дальше обсуждать. Ведь сейчас в современных реалиях государство идет вторым эшелоном, а первым эшелоном идут крупные корпорации и коммерческие структуры. Системы сбора и хранения и обработки информации первыми появились у крупных корпораций. Я уверяю, что корпоративные решения в этом плане, они, я думаю, что не уступают государственным, если не превосходят. И сейчас мы живем во времени, когда спецслужбы сказали, так, давайте разберемся, что это у вас там накопилось. Нет, ну, есть такая программа PRISM, да, с 2007 года работает в Америке. О, да. Вот, ну... По любому номеру, любого телефона, любые данные, полный архив. Понятно, смотрите, ну неужели вы думаете, например, там, ЦРУ, там, ФСБ, ну, любая спецслужба страны, да, тратит огромные, просто невероятные деньги на сбор информации, правильно? И у них, в первую очередь, да, у американцев, так как все основные корпорации, сервера находятся там, под боком лежит структурированный, разложенный по полочке, с системами поиска информации о всех людях. Вы знаете, что все твиты попадают в библиотеку Конгресса? Абсолютно все твиты опубликованы, неважно, сейчас они лежат в сети, или был он стерк, не был он стерк. Ну, слушай, так говоришь, как будто прям видела из библиотеки Конгресса все эти твиты. Нет, я залезла, погоди, стой, 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 я залезла на библиотеку Конгресса, увидела там раздел твит. Свой твит видел? Нет, я вообще не пишу твитов, не пользуюсь твиттером. Понимаешь, в чем дело? Мы сами убили анонимность, это наше решение. Это решение всех активных интернет-пользователей. Хороший момент по поводу «сами убили анонимность». То есть в этой точке про реальный скандал вокруг ритуальных данных, собственно, сама новость. Агентство национальной безопасности США имеет прямой доступ к серверам крупнейших американских интернет-компаний. Это позволяет ведомству собирать данные о пользователях интернет-сервисов, а также иметь доступ к содержимому их электронной почты. Об этом сообщили издания Guardian и Washington Post со ссылкой на собственные источники. В ответ на критику власти США признали, что используют специальную компьютерную программу для слежки за клиентами IT-сервисов. Однако подчеркнули, что собирают сведения только в отношении неамериканцев. Знаете, что это напинает? Детский сад. Мама, я курил, но не в затяжку. Я подглядывала, но в полглаза. Как они отличают американцев от неамериканцев. Нет, мне еще интересно, а остальные все это такие как бы... Да, они люди второго сорта. Да, есть люди первого сорта и второго сорта. За ними нельзя следить. В скандал оказались замешаны по меньшей мере девять компаний, и причем все это первый эшелон. Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Peltalk, AOL, Skype, YouTube, Apple. Якобы Dropbox там тоже на подходе. Dropbox — крупнейшее хранилище файлов в мире. Но типа того, что они еще не перешли ту границу. На темную сторону. Моральную, да. Однако, представители этих компаний категорически отрицают связь со спецслужбами. Причем, вот, скажем, выступление Google, которое довольно в последнее время политкорректно, последние годы они стали корпорацией, им нужно быть политкорректными. Оно такое в духе стартапа. Они выпустили в блоге пост с заголовком «What the?» многоточие. Те, кто знают маломальский английский, знают, что там должно быть логически домысливаться. Они говорят, что не знаем мы ничего про призм, который вы говорите. Мы не даем доступа и любые доступы к пользовательским данным только по суду. Внимание, только по суду говорят корпорации. Что ты смеешься, Саша? Нет, ну я просто представляю, как бы, эту картину, когда к ним звонок, например, там, да, из ЦРУ. Приходят ребята в костюм и говорят, парни, у нас есть распоряжение, там, не знаю, там, я слышал какой-то еще секретный суд у американцев, по распоряжению которого можно получать доступ к данным. Ко всему объему, а не только конкретным людям. Да, 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 вот. И у них на руках решение спецсуда, что они могут подключиться к сервисам и к данным. Ну, я не представляю, что они могут им ответить, сказать, нет, ребят, уходи. Идите отсюда и никогда в жизни не получат наши данные. Однозначно. Ну, я полностью уверен, что все данные, которые хранятся на территории Америки, внутри этих корпораций, используются спецслужбами, потому что, ну, по-другому, мне кажется, быть не может, это абсолютно естественный процесс. И это может покрываться там, ну, обернуться в любую, да, бумажку. Это можно сказать, что мы боремся так с терроризмом, мы хотим благо всем американцам, мы хотим благо всему миру. И если вы такие вот буржуи и корпорации, вы реально там нас обидите или не дадите сделать нам мир во всем мире. Вот то, что ты сказал, мне кажется, действительно очень, как печальным, наверное. Факт то, что, имея такие данные коммерческих структур, действительно спецслужбы любой страны захотят наложить на них руку. И было бы странно, если бы эти корпорации не давали такую возможность. И вот эта битва, мне кажется, может быть некой знаковой, после которой, если вскроется, что действительно дают, и Google, Apple, Facebook лгут, и действительно там сотрудничество в полный рост, внесудебное, то, ну, всем станет понятно, действительно, что анонимность окончательно умерла, и на ней, на ее могиле поставлена такая большая сургучная печать. Но, Максим, ее и не было никогда. Это наивно подозревать, что мы выкладываем контент на чужие сервера, которые нам не принадлежат, и нам не подконтрольны, и этот контент не может быть гипотетически использован против нас. То есть, если мы не хотим, должна быть определенная, вот это то, что к чему, к сожалению, не учат в школах, и что, к сожалению, не рассказывают. Вот мы моем руки перед едой для того, чтобы, как это, микробы убить на руках. Должна быть определенная чистоплотность в общении со своей собственной информацией. Должна быть своя личная неприкосновенная зона. Если ты не хочешь туда никого пускать, не пускай туда. Не надо публиковать твиты о том, сколько ты зарабатываешь, если ты не хочешь, чтобы к тебе пришла налоговая. Это наивно думать, что если налоговая не читает твит или не читает Facebook. Нет, ну вообще есть такой тренд социализации. То есть, если мы вспомним с вами, например, 5 лет назад наше же общество, даже российское, и сейчас, то я думаю, что больше половины людей даже не могло помыслить, что они будут выкладывать такие подробности в своей жизни на общее обозрение. Я читала, что в Америке существует соцсеть, в которой люди рассказывают, что за сколько и когда они купили, и это все идет в кэш Гугла полностью. Они выкладывают реальные суммы, реальные магазины, иногда описывают транзакции. То есть мы наблюдаем такую вакханалию виртуального эксгибиционизма. Эксгибиционизм, чистой воды. Мы же все сами постим практически все. Более того, чаще всего к этому еще и прикладываются координаты. Фотографии. Фотография, да. С кем, да, мы помечаем сами на картиночке, с кем мы в данный момент находимся, с кем мы дружим. Вот, у меня была такая ситуация, когда, ну вот, мы запускали проект, и меня проверял там служба безопасности. Так мне принесли такое досье на меня. Ну, просто ребята пошутили, сказали, вот, хоть посмотрите, что мы нас там насобирали. И я был удивлен. Я пролистал все досье. Так, погоди, а кто принес? Какая же служба? Ну, это служба безопасности инвестфонда. Вот. И они собрали полностью на меня досье, и мне было как-то очень интересно прочитать про себя. И я был удивлен, что практически все это я, ну, постил или писал сам. То есть, можно было выяснить, с кем я дружу, куда я езжу, где я отдыхаю. Исходя из этого, можно составить там примерный мой доход. Можно понимать, кто мои друзья, чем они занимаются, какой у меня круг интересов. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, понимаешь, в чем дело? То, за что раньше платили частным детективам достаточно большие деньги, то, что раньше занимало большой промежуток времени, сейчас лежит в открытых источниках, и ничего не стоит. Да, да, да. То есть, мы можем долго перекладывать ответственность на крупные корпорации, которые делятся информацией. Нам, конечно, неприятно, что нам заглядывают в наше личное пространство. Но, по сути, мы сами открываем эти двери. Аня, на другой стороне, мне, например, все равно. Вот они принесли, вот то, что, ну, они узнают, с кем я дружу, они видят, что я поищу, да. Ну, мне это не принципиально, отлично мне. Молодая девушка. Когда тебе будет принципиально, в каких условиях? Ну, не тебе, а тебе гипотическому. Если ты делаешь что-либо противозаконное. Да, однозначно. То есть, если я нарушаю закон, и мне есть что скрывать, наверное, конечно, я был бы не очень доволен, что это накопали. Нет, ну, подождите, куча же примеров о том, что кто... Ну, я не буду сейчас говорить об этих скандалах общеизвестных, которые полгода назад были, об увольнениях из крупных корпораций за один твит. Но есть и более такие простые примеры, когда люди рассказывают там о своем опыте употребления не очень цензурных веществ, а потом идут устраиваться в крупные компании, не проходят собеседование, потому что службы безопасности этих компаний знают об этом опыте. В твиттере, который я, в отличие от Ани, веду, делаю это так, правда, осторожно и подумавши в последнее время. Чем дальше, тем больше, из месяца в месяц, кстати говоря. Значит, мы спросили, мы используем его в служебных целях во время программы, мой личный твиттер, как вы поступите, если узнаете, что интернет-компания, чьими услугами вы пользуетесь, дает доступ к вашим данным спецслужбам? Такие ответы есть в этом твиттере. Пускай дают, не те, чего скрывать. Если надо, они все равно узнают. Абсолютно верно. Вариант. Еще вариант. Спецслужбы и так все знают про каждого. Так. Значит, еще вариант. Оптимист и пессимист. Если вести себя прилично, у нее какой разницы? Спецслужбы и так могут все данные узнать, просто время займет больше. Ну и еще там. Вот, в общем, удивительным образом, все сходятся в одном, что если вести себя прилично, то все будет хорошо. Иными словами, то, что говорим мы сами, то, что звучит, вот, как некое эхо общественного сознания в моем твиттере, в ответах, выглядит следующим образом. Давайте будем белыми и пушистыми, тогда, в общем, вот эта вот деанонимность, которая уже де-факто случилась, она не будет болезненна. Пускай все знают. То есть мир становится белым и прозрачным. В общем, наверное, даже на благо ему это. Отчасти, да, и можно будет так мониторить, если ты не присутствуешь в социальной сети, не пишешь твиты. Значит, тебе есть что скрывать. А, тебе есть что скрывать. Да, и сразу разговор с каким-то гэбистом таким. Да, да, да. Ну, человек, а почему вы статусы вчера в ВКонтакте не писали? Уничтожение аккаунтов в Фейсбуке приравнивается к административному правонарушению. Ну, это первые годы, а потом к уголовному. Не дойти бы до высшей меры за это дело. Вообще, это страшно по-настоящему. Вот понимаете, в чем дело? Получается, что если информация не выложена в интернет, она как бы и не существует. А так и есть. Заметь, есть люди, ну, вот я, например, чаще это там в Инстаграме, да, заметно. Люди фотографируют вообще все. Понимаешь, такое ощущение, что иногда их мне даже искренне жаль. То есть ты, по сути, создаешь такую виртуальную жизнь свою и пытаешься доказать, что у тебя там все хорошо. Виртуальный альтер-эго, совершенно верно. Да, и получается, что... А что тебе делать тогда в реальной этой жизни? И ты, получается, просто создаешь вот свой какой-то аккаунт, насыщенный яркими фотографиями, улыбками, какими-то там красивыми пейзажами, там, дорогой машиной или каким-то там дорогим номером и там и видом из окна. Вот, мне кажется, ну, это реально проблема. И вопрос, остается ли у тебя время для себя самого? Реально. Да не остается. Совсем коротко еще добавлю о том, что также на прошлой неделе правительство Шотландии планирует, заявил о том, что планирует создать информационную систему на следующую название Data Shoring and Linking Service. Это система агрегации данных, собираемых на каждого жителя страны, начиная от даты его рождения и образования до дохода и болезней. Власти, впрочем, объясняют необходимость внедрения этой системы научно-исследовательскими целями. Отлично. Ясное дело, что все это агрегируется. Мы не ответили на вопрос, собирают ли Фейсбук и прочие данные про пользователей. Мы уверены, что собирают. Они собирают. Сдают ли? А вот сдают. Сдают ли спецслужбам? Нет, конечно, дают. Скорее всего, да. Мы продолжим через минуту и будем говорить о Рунете и пиратах. Еще есть немного времени для того, чтобы обсудить немаловажную новость, а, может быть, главную новость для нас, имея в виду жителей русскоязычного пространства глобальной сети. Напомню, что Рунете сегодня. Программа о главных событиях. Ушедшей недели мы расставляем точки над ЙО, поскольку в данном случае мы говорим о российской специфике. Программа 3 июня 2013 года. Меня зовут Максим Спиридонов. Гости этого выпуска Анна Караулова, интернет-эксперт, экс-ген-директор агентства «Метеогуру» и Александр Щербина, ген-директор компании «АйТек Групп». Коллеги, перед следующим обсуждением такой вопрос. За какой контент в интернете обязательно должны платить пользователи, а за какой не должны, Саш? Ну, за контент, у которого есть авторское право, да, там, фильмы, музыка, книги, ну, конечно, пользователи должны платить. То есть, ну, то, что мы покупаем с вами в iTunes, да, там, или музыку, или книги. Ну, ты так не обобщай, мы покупаем с вами. А, да, ну, хорошо, я покупаю. Ты в меньшинстве здесь, я тебе уверяю. Серьезно? По крайней мере, касательно музыки и фильмов определенно, что это очень немногие. Ну, честно, у меня почему-то это было давно уже. Я даже помню, еще лет пять надо покупал себе ноутбук домой, я поставил на лицензионную винду. Вот, и был высмеян всеми своими друзьями. Надо было скрывать, Саша, это такой поступок. Ань, за какой контент можно, нужно, за какой контент не нужно платить? Цифровой. Я иногда пишу немножко, чуть-чуть. И мне всегда вот очень обидно, не было бы, а всегда очень обидно, когда я вижу, что что-то украли, забрали, и там даже если там просто копия без указания маленького кусочка, без указания авторства, это всегда вот прям ножом по сердцу, и кровью обливается все. Но дело все в том, что я хорошо понимаю, что это определенный маркер успешности. То есть если плохие идеи не воруют, воруют хорошие идеи. То есть если вы идею своровали, значит, ребята, вы молодцы. Вы сорвали джек-топ. Идею или продукт на базе этой идеи? Ну тут, понимаешь, тут же трудно отделить одно от другого. То есть сама мысль, она не продается и не покупается. Тут именно нужно вот это вот уникальное сочетание, да, воплощения и того, что придумано. Такой простой вопрос. Музыка и видео должны быть платными или могут быть бесплатными? При каких условиях, если... Я думаю, что это должны решать сами правообладатели, и частично на это должны влиять пользователи. То есть те, кто покупают и используют этот контент, они должны... Нет, но пользователи, они так влияют, понимаешь, если они не покупают за ту цену, которую ставят правообладатели, и голосуют кошельком. У нас сейчас есть другая история. У нас вот сейчас по большинству музыкальных радиостанций идут однотипные музыкальные произведения, которые через 2-3 месяца забываются полностью. В них нет никакой нагрузки и нет никакого содержания и смысла. Но при этом... Они должны быть бесплатными. Я не говорю, что они должны быть бесплатными. Я говорю о том, что люди, которым нравится или не нравится произведение, должны влиять на его цену. А получается, что мы сейчас имеем очень дорогие, одинаковую цену и для того, что, как это сказать, останется в вечности, и для того, что сейчас есть, а завтра умрет. Ай, ну это твое личное мнение, понимаешь? Если тебе эта композиция не нравится, ты считаешь, что она должна стоить дешево. А та, которая тебе нравится, должна стоить каких-то приличных денег. Я готова платить за то, что мне нравится. Вот эта же дискуссия, эта яркая иллюстрация того, той неопределенности, которая сейчас существует в области правообладания и сфрового контента. То есть нет пока ясности, как отделить платное и бесплатное. Нет, ну, ребят, если человек создавал какой-то контент, он потратит на это время, деньги, идеи, ресурсы и считает, что это должно стоить. Погоди, ты потребил этот контент, ты потратил время, деньги и ресурсы, а контент оказался очень низкокачественным. Тебе он не понравился. Более того, ты безумно разочарован из-за того, что ты потратил свое время, деньги и ресурсы на этот контент. Значит, пускай он раскошеливается. Нет, подожди. То есть ты идешь в кино, посмотрел фильм и приходишь обратно в кассу и говоришь, возьмите билет, отдайте мне деньги, фильм говно, простите за ружение. Я не думал, что... Не понравилось. Коллеги, сейчас про волнение о спокойном до недавнего времени, кстати говоря, пиратском океане глобальной сети. В Госдуму внесен очередной антипиратский законопроект. Авторами инициативы стали депутаты Владимир Бортко, Елена Дропека и Мария Максакова-Ингенбергс. Среди прочего, документ предполагает досудебный порядок блокировки сайтов с предположительно нелицензионным контентом. Кроме того, в законопроекте указано, что все дела, связанные с защитой интеллектуальных прав, должны рассматриваться в Московском городском суде. Значит так, законопроект представляет собой поправки в Гражданский кодекс и в закон о защите информации. Правобладатель, обнаружив на неком ресурсе контент, который принадлежит ему, находится там незаконно, с его точки зрения, обращается в Московский городской суд. Суд еще до разбирательств может принять так называемые предварительные обеспечительные меры. Получив это решение, правобладатель обращается в Роскомнадзор, который должен в течение трех рабочих дней связаться с хостинг-провайдером. Хостинг-провайдер уведомляет в течение суток владельца сайта, а тот за 2-4 часа должен удалить спорный контент. В случае отказа его сайт будет заблокирован. То есть фактически еще раз уже с другой стороны, помню, что в прошлой неделе подобные инициативы сходного характера были от Министерства культуры, вот сейчас уже от группы депутатов из Госдумы, но фактически следующее, давайте сделаем некую методику, некую систему по блокированию пиратского контента. Что скажете, коллеги? Меня умиляет, когда люди, которые не очень понимают, что такое интернет, начинают принимать законы, которые будут регламентироваться. Не скажу, что то, что я сейчас описал, такая неработающая цепочка. Она может работать. Она будет работать медленно, для интернета медленно это уже как-то очень, на мой взгляд, и плюс, смотрите, ну хорошо, окей, я правильно понимаю, что там будут санкции и на пользователя, который скачивал контент? Нет, 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 смотри, там механизм такой, правообладатель. А, секундочку, внимание, Саша прочитал закон, закон о проекте. Я даже больше, наверное, комментарий почитал. Ну, то есть я закон читал, но очень бегал, больше обратил внимание на комментарии. То есть, да, что делает, похоже, мне честь. Так, продолжай. Вот, суть в чем, что правообладатель увидел, что его контент выложен без, ну там, без согласования с ним, не лицензионный. Вот, он пишет заявление, отдают его в Мосгорсуд, тот связывается через Роскомнадзор, выходит на хостинг-провайдер, и хостинг-провайдер в течение трех дней должен этот контент убрать. А если он этого не делает, тогда это должен сделать уже непосредственно... Владелец сайта. Нет, 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 это должен сделать оператор связи. Вот. И фишка получается в чем, что там у тебя такой очень нюанс интересный. То есть владельцы сайта даже не будут спрашивать о том... Вот, смотрите, во многих странах есть такая вещь, что когда на тебя приходит какое-то заявление о том, что, ну, тебе говорят, ты выложил не... ну, контент не согласован с правообладателем, то ты можешь подать контур-уведомление о том, что на самом деле, то есть вы не разобрались, я сделал то, 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 и контент не является нелицензионным там, или, ну, нарушает права. Вот. То есть здесь такой процедуры нет, и, соответственно, я... Ну, вот, просто здесь банально. Ты выложил какое-нибудь видео, да, и я нахожу правообладателем, как это связано, да, с этим контентом, пишу от его имени заявление, на 15 дней тебя могут заблокировать, если я не подам в течение 15 дней иск, то как бы блокировка снимается. Но я могу это делать каждые 15 дней, понимаете, да, я каждые 15 дней могу писать заявление... Прекрасное средство борьбы с конкурентами. И на тебя будут накладывать вот эти самые ограничения на доступ к твоему ресурсу. Это первое. Второе, то, что опять происходит, то есть нет указания на непосредственно само нарушение. То есть, например, ну, это там какая-то страница, где очень много фильмов, да, то, в принципе, просто, что-то на этой странице есть... Один из фильмов, или это сделано. Ну, слушай, просто немного времени, ясно следующее. В прошлом году, собственно, почти год назад и в течение полугода примерно, нас штормило в связи с различными историями, связанными с тем, что потом вылилось в итоге в список черных сайтов, да, вот тот самый реестр запрещенных сайтов, блокировка сайтов, пропагандирующих суицид, блокировка сайтов, пропагандирующих употребление наркотиков и детская порнография. Вот сейчас это организовано, Роскомнадзор мониторит, это как-то более-менее работает. Сейчас нас начало лихорадить вокруг пиратских тем. И, видимо, к чему-то это все выведет. Это просто главный вывод, который нужно донести наш слушателям. Так или иначе, будет эта тема урегулирована и проводатели, видимо, будут гораздо более активны в дальнейшее время. Так ведь? Да, да. Совсем кратко, сажали, пожалуйста, я еще позволю себе. В Твиттере Максим Спиридонов, в моем личном Твиттере, кто сказал, мы задаем вопросы, по теме мы спросили, каков будет исход борьбы государства с пиратами в Рунете? И вот такие вот мы получаем ответы. Как и везде, ничем. Технология впереди, государство на шаг вперед. Так было всегда. Ничем не закончится, читает один из пользователей. Значит, вот еще такой ответ забавный мне показался. Какой будет исход? Вот ответ такой, плачевный в начале, а потом должны исправиться. То есть сначала все как бы замордуют, а потом немножко отпустят гайки. Кстати говоря, такая история может быть вероятной. Я все думаю, когда появится какое-нибудь микрогосударство, которое вот как Швейцария будет нейтральной зоной, которая отменит полностью на своей территории любые ограничения по хранению контента. Контентный оффшор? Да, контентный оффшор. Поставят мощные сервера и скажут, качайте, кто хочет, чего хочет, и на этом трафике, безумном трафике, нереальном трафике будет зарабатывать. Ну, я не знаю, это у меня вот какая-то такая мысль в голове, потому что это же прекрасная зона, открытый рынок. Есть такая сеть .onion, вот эта там система Tor, которая скрывает IP-адреса и по сути такой намек на этот оффшор появляется. Значит, забавно то, что на прошлой неделе практически на всех федеральных каналах были организованы ток-шоу, может быть даже слышали или видели это, в которых обсуждалась проблема незаконного контента в сети, причем обсуждались преимущественно эта проблема с точки зрения правовладателей. И в этих ток-шоу надо сказать наши коллеги с вами, которые присутствовали там в виде экспертов, выглядели часто усилием создателей программ довольно непривлекательно. То есть их позиция была невнятной, позиция была какой-то такой вот, ну, чуть ли не на грани уголовщины. Не находите? Очень просто скатиться, понимаешь, чем дело торренты. Вот одно дело качать с торрентов, там, я не знаю, концерт Бетховена, а совсем другое качать с торрентов немецкое порно. Тут, понимаешь, получается, что грань между защитой авторского контента и грань между тем, чтобы распределять не очень законные изображения, не очень законные, как это выразится, в общем, помоги мне. Авторские продукты, выдают отрасль, то же самое РАЭК, она очень активную позицию высказывает по этому закону. Я думаю, что как-то, ну, более-менее все-таки причесать его можно будет. Российская ассоциация электронной коммуникации устами Ирины Левовой, один из специалистов этой организации, сказал следующее, очевиден явный перекос в сторону защиты правообладателей, интересы развития интернета и проблемы в отношении доступа к знаниям и информации законопроектам не решаются. Это вот так было сказано со стороны РАЭКа по поводу собственно готовящейся истории. Еще добавлю коротко о том, что на этом фоне также на прошлой неделе французские власти отказались от идеи отключать пользователей от интернета за скачивание пиратского контента, что рассматривалось во Франции и может рассматриваться и у нас, кстати говоря, в перспективе. Мне кажется, это полный глупост. Это вообще, да. 12-летний ребенок, а вот у меня, ну, не знаю, у меня вот трехлетний ребенок смотрит на смешарики, он вряд ли понимает лицензионное, что не лицензионное, а что не лицензионное. Ну да, в общем, одно понятно, то, что нас ожидают месяцы ближайшие разборок вокруг пиратского контента в Рунете. Я думаю, не месяцы, да. Ну, я думаю, что месяцы как минимум. Окей, коллеги, на этом все. Спасибо большое за ваше участие. Спасибо, Максим. Напомню, что вы слушали программу Рунет сегодня, программа о главных событиях в виртуальности. Меня зовут Максим Спиридонов, слушайте нас каждый понедельник. Всего доброго и пока.